Книга «Открытым оком», 17-й том. Тема «Монашество». Вопрос 3141. Как вы доходили до сознания того, что монастырий совершенно не евангельское устроение? Что способствовало таким выводам? Ответ Игнатий Тихонович Лапкина. Библия. И только Библия. А уж потом помогали жития, и жизнь с монахами, и их нежизнеспособность без поддержки мира. Монашество заразительно и награждает невиданным упрямством и властолюбием. Даже Иоанн Златоуст, бесстрашнейший проповедник, боялся их смертельно, что и не применул высказать не раз. И был ими погублен. Когда читаешь Жития Святых, а это 12 томов, которые я прошел на 12 раз, то для знающего Новый Завет ничего не приходится говорить. Будешь постоянно сравнивать и подытоживать, что монахи абсолютно не хотели следовать за Христом, а только искали умного, кроткого или доступного Авву, который бы их вел их. И писали, и составляли пантеон видений своих в тонком сне. Их так легко было разорить. Живут компактно в одном месте, бери и дави голыми руками. У монахов все было на выверт. Христос посылает в мир благовествовать живущим во всех краях земли. А они учили со всех краев земли находить глубоко верующих и уводить их от гибельного мира. Зло, причиненное учением, что не нужно проповедовать Евангелие, что можно более точно спастись, уйдя в монахи, привело к глобальному обезвоживанию мира. Монашество подготовило почву для мусульманства, для фашизма, для атеизма и коммунизма. А потому и зло, причиненное удалением от мира, было большим, чем все вышеперечисленные устройства мира. В выхолостив дух сеяния, дух проповеди, оставили от Евангелия одни корочки для целования. Мне в год приходится говорить в храме около 250 проповедей, и ни одной, невозможно сказать, чтобы в тексте, указанном для чтения на данный день, не было указания на проповедь Слова Божия, где бы ни было призыва идти, где бы ни было призыва идти и благовествовать Слово Божие. В 24 книгах своих, вышедших за 4,5 года, я тщательнейше и в деталях разобрал сотни текстов из Библии и более тысячи житий, и ни одного места не найдено, где бы Господь велел зарывать талант, уводить бы в пустыню на всю жизнь, наставлял прятаться от людей. 1. Одному везде плохо. Екклесиас, 4 глава, 10 стих. 2. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. 3. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. 4. И Матфея, 10 глава. 5. Господь посылает своих учеников подвое на проповедь, ни одного не оставил, чтобы он оказывал молитвенное прикрытие, молитвенную поддержку остальным, на что так любят ссылаться укрывающиеся от проповеди. 7. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. 7. Над миром нависла смертельная опасность. Где нет благовестия, там нет воинов Христовых. 8. Когда Есфирь колебалась, сумеет ли она пройти к царю, дядя ее Мордахей сказал ей, «Есфирь», 4 глава, 14 стих. 9. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. 10. Монашество не вышло в мир и погибло, а с проповедью вышли другие. 11. Монашество выдвинуло совершенно неведомый апостольской церкви постулат – молитвы за подаяние. 12. Корми меня, а я буду за тебя молиться. 13. Внежизненное монашество захватило власть в церкви и стало править мирскими, не имея к тому ни навыка, ни обучения. 14. И женатый епископ ныне должен, даже и немыслим, хотя это есть прямое искажение того, что установил Христос. 15. Первое послание к Олимпинам, 9 глава, 5 стих. 15. Или не имеем власти иметь спутницу и сестру жену, как и прочие апостолы и братья Господни, и Кифа. 16. Для монашества любой женатый апостол, перенесенный в наши дни, выглядел бы, как беззаконный ирод, и они бы его теми же словами развенчали. 16. Евангелие от Марка, 6 глава, 18 стих. 17. Не должно тебе иметь жену. 17. Монашество погубило евангельскую проповедь. 18. Давит на чудеса, как истовые иудеи. 18. Первое послание к Олимпинам, 1 глава, с 22 по 24 стихи. 19. Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие, для самих же призванных, иудеев и еленов, Христа, Божью силу и Божью премудрость. 20. Знать бы свой путь и свое назначение, хотя бы со школьной скамьи, тогда бы упорнее было учение, не тратил бы зряшно и махонький миг, и то ни фантазии, ни безрассудства, теперь-то я знаю про цель от рождения, уверовать, принять спасение в Иисусе, и в том показать неземное родение. 21. Есть цель — не погибнуть, навеки спастись, исполнившись Духа Святаго с избытком. Он истинно путь и действительно жизнь. Христа не отречься, хотя и под пыткой. 22. Цель — целая вечность в чудесном раю, так стоит учиться, терпеть поношение. О жертве страдальца я всем говорю, друг с другом имейте святое общение. 23. И скольким бы в школе успел рассказать, не так бы, конечно, а прочно женились, бесстрашно бы смерти смотрели в глаза, и выход не тот был, где зло приключилось. 24. Присягу тогда бы давать не посмел, оружие в руки никто и не дал бы, зато перед Богом непорченный, цел, удары и в карцер, как в древности палки. 25. Воспитывать деток по древним канонам, по опыту от Соломона, Сераха, учить два завета, и ветхий, и новый, с пеленок исполнится Божиим страхом. 26. Как много пустяшного было без цели, истрачено времени зряшно и денег. Дни пролетали, мелькали недели, преступники мы никуда-то не денем. 27. Теперь все иначе, прицельно и точно, сверяемся с Библией в мыслях и слове. Звание наше делами упрочим, решимости нашей пусть беды не сломят. 10 августа, 2006 год, Игнатий Лапкин